Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, студия Руслан Жукаев и коротко о главном. По всем вопросам приняты положительные решения. Сегодня глава Карачаева, Черкесия, Рашид Тимрезов, провел прием граждан. Члены правительства, руководители и представители министерств обсудили ключевые организационные вопросы по подготовке к выставке «Россия». Подготовка к благотворительной акции. Волонтеры и члены семьи участников СВО рассказали о деятельности регионального штаба «Мы вместе». Оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», представители автоинспекции и Ространснадзора проверяют состояние транспортных средств. Глава Карачаева, Черкесии, Рашид Тимрезов, провел очередной прием граждан приемной президента России в Карачаево, Черкесии. По всем вопросам приняты положительные решения. Определили ответственных за них членов правительства. Преимущественные вопросы касались развития социальной сферы, ЖКХ и поддержки молодежи. В частности, глава региона принял следующие решения. По обращению по родителям и в соответствии с медицинскими показаниями будет выделена путевка на санаторно-курортное лечение ребенку. До октября 2024 года капитально отремонтируют кровлю в многоквартирном доме в Черкесске по Умара-Льева, 14. Также до конца 2024 года будет произведен капитальный ремонт Центра культурного развития имени Гагарина. К 1 сентября в поселке Кавказский откроют молодежный центр, а к 1 июня будет благоустроена дворовая территория многоквартирного дома в Черкесске по улице Ленина, 85. По программе модернизации системы школьного образования к сентябрю 2025 года будет сделан капитальный ремонт, школы в ауле Эркенхалк. То есть все школы Ногайского района будут капитально отремонтированы. Сегодня в Доме правительства прошло заседание членов Организационного комитета по вопросам участия Карачаева-Черкесии международной выставки в форуме «Россия» в Москве. Модератором выступил министр экономического развития Артур Язавов. Члены правительства, руководители и представители Министерства и ведомств республики обсудили ключевые организационные вопросы. Выступившие рассказали об исполнении протокольных поручений данным по итогам предыдущего заседания. Состоялась презентация мероприятия с планом, графиком и их проведение в рамках выставки. Обсудили предложения по взаимодействию с федеральными ведомствами и иными субъектами в рамках форума. Также обсудили план подготовки к пресс-конференции главы республики, запланированный в рамках дня Карачаева-Черкесии. «Около двух недель до начала выставки хотелось бы, наверное, еще много чего нужно сделать и предстоит сделать. Хотелось бы, наверное, немного сверить нам сейчас с вами нашу текущую подготовительную ситуацию, что еще нужно сделать, обознать, что еще нужно сделать и в ближайшее время приступить к реализации всего того, что нам еще осталось. Вчера у нас состоялась встреча с нашими амбассадорами, не со всеми амбассадорами, с частью из них. Хотел бы просто так отметить, что амбассадорами у нас являются медийные личности. Основная задача их – это, безусловно, и представить республику достойно, и привлечь максимум внимания к нашему региону, максимальную аудиторию привлечь. В Черкесске прошла встреча волонтеров с семьями участников специальной военной операции. Основная цель – подготовка к благотворительной акции, которая пройдет 21 октября. Также волонтеры рассказали о деятельности регионального штаба «Мы вместе» и о возможности проведения данной акции. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Социальная республиканская акция «Копилка Победы» позволит оказать поддержку нашим военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. В региональном штабе «Мы вместе» волонтеры и представители семей участников спецоперации готовят очередной гуманитарный груз и обсуждают подготовку к проведению 21 октября благотворительной акции в ходе республиканской ярмарки. Руководство Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии подчеркивает, что всячески оказывают поддержку волонтерам в этом благом деле. Главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Бориспиевичем Тиморезовым было дано поручение о создании единого республиканского штаба помощи военнослужащим и их семьям, а также, помимо этого, организации проведения социальной республиканской акции «Копилка Победы». Следует обратить внимание на то, что весь некоммерческий сектор, общественные организации, движения, отдельные физические лица приняли активное участие в рамках деятельности единого штаба, созданного при главе Карачаева-Черкесской республики. Следует отметить, что данная акция реализуется уже на протяжении нескольких месяцев на территории Карачаева-Черкесии. В день республиканской ярмарки мы откроем пункт приема гуманитарной помощи. И это позволит каждому желающему оказать поддержку нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО, отмечают волонтеры регионального штаба «Мы вместе». Очень хочется сообщить нашим жителям нашей республики о том, что 21 октября на территории торгового комплекса «Лента» состоится сельскохозяйственная республиканская ярмарка, на которую хотелось бы пригласить всех желающих, для того, чтобы принять участие в благотворительной акции «Копилка Победы», где мы поставим в сбор пункт гуманитарной помощи, где желающие могут принести что-то для наших солдат, которые мы отправим на передовую, а также принять участие в благотворительной ярмарке, где все вырученные средства пойдут на помощь нашим бойцам. Мама военнослужащего Фатима Мамаева также активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи. «Любая наша посылка – это поддержка нашим детям, и каждый из них для нас является родным», – уверяют представители семей участников спецоперации. «Это моральная поддержка, это все для них. Мы их не тыл, мы такие же воины. Поверьте, за время и свое я стала многодетной мамой. У меня очень много детей стало. То есть помимо своих с пяти сыновей, у меня стало еще 15 сыновей стало еще. Потому что для них, как они говорят, когда мы получаем посылку, это запах из дома. Это дом. И мы знаем, что уже есть силы. Мы стоим и выполняем дальше свою задачу». Каждый желающий может внести свою лепту в победную копилку. И совсем скоро на республиканской ярмарке будет такая возможность. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза. А днем 15-20 градусов тепла. И местами до плюс 13. В Черкесии без осадков. Ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1-3. Днем 18-20 градусов тепла. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов отметил эффективность работы Центра выявления, поддержки и развития способностей, талантов у детей и молодежи «Спутник». Напомним, в год столетия образования республики в рамках нацпроекта образования был создан центр. Его цель – раскрыть потенциал и развить способности молодого поколения. В сентябре прошлого года уже реализовано 56 образовательных программ с охватом более 900 детей. А в мероприятиях регионального и федерального уровня, которые проводили в «Спутнике», приняли участие почти 6,5 тысяч ребят. Будущее нашей страны за одаренной молодежью. Каждый ребенок талантлив. И главная задача центра – выявить и помочь детям развить свои способности, отметил глава республики. Сегодня день образования Совета ветеранов войск Национальной гвардии Карачаева-Черкесии. Председатель Совета Василий Попов рассказал нашему корреспонденту об основных выполняемых задачах. В Совете ветеранов Восгвардии около даже более 120 человек у нас уже численности, которые подали заявление. У нас предварительно подается заявление сотрудника ветерана, который изъявил желание быть в нашей организации. И на основании этого заявления мы принимаем его на собрании, нашу организацию, и он продолжает активно участвовать в этой организации, помогает нам в нашу организацию. Входят еще и периодические организации наши, которые в Карачаевске, в Зеленчукском районе, в Джугуте, в Черкесске, в каждом обществе у нас в первичной организации председатель есть. Какие задачи возложены на Совет ветеранов Росгвардии? Совет ветеранов Росгвардии создавался с целью патриотического воспитания молодежи, во-первых, поддержка ветеранов, росгвардейцев, которые ушли на пенсию. Также оказываем помощь и ветеранам Великой Отечественной войны, престарелым жителям республики. С 16 по 22 октября на территории Карачаева-Черкесии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». Представители автоинспекции и Ространснадзора проверяют как состояние транспортных средств общего пользования, имеющихся у водителей документацию, так и соблюдение перевозчиками трудового графика. На одном из рейдов побывал наш корреспондент Артур Мхце. Проверки, которые никому не нужны. Такого мнения придерживаются многие водители, наблюдавшие за рейдовым мероприятием автоинспекторов и представителей Транснадзора в местах отправки и прибытия общественного транспорта. Но давайте взглянем на это с другой стороны. Перевозку пассажиров осуществляет кто хочет. Без какой-либо разрешительной документации, под воздействием алкоголя или наркотиков, на разваливающейся на ходу колымаги и не соблюдая правила дорожного движения. Такое, увы, нередко можно встретить среди таксистов. Или мобил, где скачанное приложение уже служит пропуском в мир пассажироперевозок. Но сейчас не о них. Водитель маршрутного транспорта отвечает за жизни многих людей. А потому тщательный подход к проверке каждого просто необходим. За нарушения, которые несут в себе угрозу, причинение вреда жизни и здоровью пассажиров, предусмотрена административная ответственность. Нарушения, которые не несут такой угрозы, проводятся профилактические мероприятия. То есть не карательные, а профилактика. В соответствии с изменениями законодательства по 248-му федеральному закону о госконтроле у нас предусматриваются профилактические мероприятия. Профвизиты, выдача предостережений. Главная цель надзорных ведомств – не наказание, а профилактика. То есть предупреждение людям быть более бдительными, серьёзнее относиться к существующим требованиям. Стабилизировать обстановку в сфере безопасности дорожного движения, минимизировать вероятность дорожно-транспортных происшествий можно лишь с помощью периодических встреч, бесед с водителями и руководителями автотранспортных предприятий. К примеру, скажем, если это нарушение режима труда и отдыха, то есть водитель может устать, здесь уже штрафные санкции, административная ответственность. А если, грубо скажем, какой-то документ он забыл, отсутствие его не несёт за собой таких тяжких последствий, здесь уже такие профилактические мероприятия проходят. Здесь всё нормально? В основном, да, на технике исправность, да, всё нормально. Полты на месте, резина новая. На что обращаете внимание при проверке? На технике исправности транспортного средства и на документацию, наличие водительских прав, страховки, диагностической карты, то есть прохождение технического осмотра вовремя. Какие наиболее часто встречающиеся нарушения у водителей? В основном, вот, есть технические неисправности. Резины разные, резина разная. Данные профилактические мероприятия важны в связи с тем, что новых машин мало, а за старыми машинами надо ухаживать, смотреть. И зачастую, да, бывает, что такие попадаются, что не смотрят, не ухаживают за машинами. Некоторые водители всё же поддерживают проведение проверок. Они считают, что это необходимо хотя бы в качестве напоминания. Ведь любой человек может по забывчивости что-то упустить. Однако перевозчик, отправляясь по маршруту, несёт ответственность не только за себя, но и за десятки тех, кто ему доверился. Что должно быть у водителя? У водителя всё должно быть. Все документации, страховка пассажиров, маршрутная карта, техосмотр, страховка машины. Если кому-то плохо стало, наверняка и аптечка должна быть. И плохо стало, а таблича этого есть, медицинские эти, но там препаратов нет вот сейчас. То есть в нынешнем стандартном наборе аптечки практически нет ничего из того, что может пригодиться в экстренном случае. Водитель сетует, что всё необходимое приходится докупать отдельно. В остальном же, считает перевозчик, проверки помогают держать себя в тонусе. Заранее позаботится как о документации, так и о техническом состоянии транспортных средств. Серия рейдовых мероприятий «Перевозчик» проходит на территории всей Карачаево-Черкесии с 16 по 22 октября. Артур Махса, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова